Истерики пропагандистов в прямом эфире и отправка друг друга в ад. Так теперь выглядит российское телевидение. Это начало одного из самых скандальных эфиров в студии Соловьева. С какого-то перепугу сюда заявился муж Маргариты Симоньян, также известный как Бобросян, также известный как режиссер Тигран Киосаян. Как вы только что слышали, муж главной пропагандистки России не знает, как, согласно методичкам, правильно называть войну в 2024. И более того, он даже не помнит, сколько длится эта война. Мы живем уже два с лишним, два с половиной, да, получается, года в условиях СВО. При этом самец Бобросян взялся рассказывать окружающим его пропагандистам, что вообще-то все идет по плану. А план, кстати, очень хороший. План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Доказывать, что план хороший, то, что на Украине понимают, что только втянуть НАТО в войну – это единственный шанс. Это значит, план у нас хороший. Настолько неприкрыто гадить в уши россиянам уже давно не может позволить себе вообще никто, в том числе и верховный лжец этой студии – Владимир Соловьев. Поэтому он в порыве ревности начал ставить Бобросяна на место. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации в Курской губернии вторглись нацистские войска. У нас такого плана не было. Мало этого, благодаря героизму наших людей удалось их остановить, они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так, цель. Получилось? Но они к этому стремились. Особенно Соловьева задел и то, что припершийся к нему в студию Ке Саян призвал прекратить угрожать Западу ядерным оружием. Посмотри, какая волна. Это не зыбь, это волна. Что такое? Ну-ка, надо вдарить. Ну-ка, надо это. Давайте сейчас успокоимся и подумаем. Вот они выстрелили. Что-то, не дай бог, попало. Попало. Кроме как нашей гордости и самолюбию, угрозу стране это приносит, существованию нашего государства. Такое в студии Соловьева не прощают. У нас есть четкая и ясная доктрина, по которой мы действуем, в том числе с применением ядерного оружия. Но по этой доктрине мы давно должны были ударить ядерное оружие. Поэтому что ты предлагаешь? Я предлагаю верить нашему Верховному. Это очевидно. Но вот Верховный сейчас сказал. Вот Верховный сейчас сказал, если вы это делаете, это уже война. Проблема у нас ставится в том, что у нас каждый суслик агроном. После этого скандала у Соловьева несколько дней не было эфиров. Все отходили от шока и думали, как же им на третьем году СВО вести эфиры так, чтобы не ссориться и не очень позориться перед камерами. Но, как известно, надолго оставлять россиян без вранья нельзя. Поэтому вскоре в студии снова были вынуждены собраться те же. Примерно та же компания пропагандистов, только теперь вместо Киасаяна сюда приперлась его жена Маргарита Симоньян. Да вот только с самого начала программы про политику поговорить никак не получалось. Соловьев начал эфир с того, что стал подбивать клинья к жене Киасаяна. Одна хрупкая, красивая, талантливая девочка из России, которая выросла и стала прекрасной мамой. И великим медиа-менеджером. Это Соловьев как бы подводит итоги подрывной работы пропагандистских медиа-симоньян в США. Тех самых медиа, которые теперь попали под санкции и вынуждены оттуда из-за бугра убираться. Соловьев осыпает боброедку комплиментами, которые ей понравились настолько, что аж шея начала чесаться. Мидиа-менеджером уничтожило полностью USAID, CIA, уничтожило полностью CNN, CNBC, Fox News, Deutsche Welle. Я не пойму, он пропагандистскую программу ведет или личную жизнь устраивает? Скромная, тихая, высокопрофессиональная русская женщина армянского происхождения. «Русская» — это, похоже, самый большой комплимент для симоньян. После таких слов она чуть не упала. Володя, я сейчас вообще провалюсь под эту вот трибунку, или как это называется, захвалил. Конечно, меня спасибо тебе большое, огромное. Так или иначе, этот эфир тоже с самого начала не задался. Пропагандисты то ли получили указание снизить градус, то ли сами не хотели затрагивать острые темы. Поэтому ни про «все идет по плану», ни про новые позорища в Курской области никто вообще не вспоминал. Соловьев то делал вид, что рисует новые красные линии, правда, не для американцев, а для британцев. Да и то не очень уверенно. В гибридной войне очень сложно провести красные линии. Есть у нас красные линии, нет у нас красных линий. Вы английский язык хотя бы выучите, потому что слушать вас уже смешно. Well, United Kingdom of Great Britain. Выплюньте горячую картошку изо рта. То Соловьев ругал российский Центробанк за повышение кредитной ставки, якобы не понимая, что грядущая инфляция, нищета и в перспективе еда по карточкам для всех россиян, это вина не российского Центробанка, а Владимира Путина, развязавшего войну, и Соловьева, разжигающего эту войну. Ну и, конечно, всех тех, кто прислушивается к Соловьеву и Путину и эту войну поддерживает. Мы принимаем меры по ужесточению, которые не работают. Поэтому будем принимать меры по еще большему ужесточению. Хотя и они не сработают. Но так как мы не знаем, что делать, поэтому будем все время увеличивать, пока не выйдем на целевые показатели. Чего? Целевые показатели чего? В этом месте можно было бы уже засыпать со скуки. Но тут в эфир врывается черный лебедь российской пропаганды. Генерал-лейтенант Гурулев. Существо, способное превратить любой эфир на российском телевидении в настоящее позорище. Я проехал по школам. Я разговаривал с детьми, считай, да, это вот там 10-11 класс примерно. Понятно, что они там пришли, там галдят, все остальное, говорю, дети. Сейчас вы услышите настоящий фурор. Алка-генерал, еще позавчера повторявший путинские заверения о том, что российские срочники ни за что не будут воевать против Украины, а вчера заявивший, что все-таки срочники воевать должны. Мне там все говорят, что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите. Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Сегодня взял новую вершину. Теперь, по мнению Гурулева, воевать должны не только студенты, но и российские школьники. Ребенок есть ребенок. Он сегодня живет, да, тоже где-то радуется, играется, все остальное. Но вот эти десятые, одиннадцатые, это те, кто завтра пойдут служить в российской армии? Они уже должны понимать о чем. Когда мы говорим, что они же тоже еще маленькие. В Курске кто-то оборону держал. Они держали. Срочники. Поначалу, пока остальные подходили. Соловьеву это очень понравилось. Его внутренний нацист явно оживился. И уже спустя буквально каких-то полчаса Соловьев снова обещает нанести ядерный удар по всему Западу. Причем уже даже не за разрешение бить своими ракетами вглубь России, а просто за западные санкции. Сама идея, что они могут вводить санкции, уже. То есть они считают себя, что они учителя в школе, которые могут нас, учеников, как-то наказывать. Это именно так. А именно должно быть по-другому. Именно в морду сразу надо. Жестко, и лучше сапогом. Знаете, как выпускник МГИМО на вопрос, может ли вы ударить женщину, начинает мучительно думать, рукой или ногой. Да, то есть вот это правильный дипломат в будущем, да. Хоть насилие над женщинами очень приветствуется присутствующими в студии московскими профессорами, в одном они все-таки с Соловьевым не согласны. Не согласны, что нужно бомбить Запад. Им, чуть более маложавым мужичкам, страшно, что прилетит ответка. Ты им в морду, они же тоже могут. А вот это вечный твой подход. Почему? Вечная боязнь. Потому что истинная смелость начинается об отсутствии размышлений о последствии своих поступков. Я туда успею еще. Потому что так ты попадешь в ад. А в чем проблема? Володя, тебе что, в аду не нужна хорошая компания? С каких это пор ты начал уберегать окружающих от ада, а не посылать их туда, что входит в твои основные рабочие обязанности? Они вот как раз на такую психологию, которые у нас идут многие-многие годы и рассчитывают. Это называется постепенно варить лягушечку. Не, ну что, давайте еще подождем. Ну и нормально же. Лягушечка, лягушечка 15 лет. Тем временем еще один друг Соловьева, или, как он его называет, гордость чеченского народа, объявил о начале процесса выхода Чечни из состава Российской Федерации. Сколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать, или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена? Меня удивляет, как вы собираетесь, после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? На всякий случай, я хотел бы напомнить Аптия Лаудинову. Вот этот, как бы, такой широкий лозунг «Своих не бросаем», он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. И ведь главное, в России ему ничего не сделаешь. Не объявить его предателем, не посадить, не выгнать с должности. Начальника кадыровских войск Аптия Лаудинова в России невозможно. Потому что тогда его начальник, Кадыров, может стать, если не новым Пригожиным, то, по крайней мере, новым Лукашенко. Кстати, по поводу Пригожина. Его предсказания снова оказались в тренде. Я боюсь, как бы у них не было п***кудной мысли, ядреную бомбочку-то на свою территорию кинуть. А давайте построим на Новоземельском полигоне ядерном копию Лондона, ну хотя бы центра Сити, пусть будет просто Сити. И еще Вашингтона, вот этот центр, где стоят колонны, Белый дом, вот эта центральная часть. И проведем учение с применением, возможным применением, у нас подготовленный полигон. Пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и поразит, вот здесь 150 килотонн тротилок виллентных, поразит Вашингтон и Лондон. Мне вот интересно, кто от такого подрыва испугается больше? Жители Великобритании и США, которые будут находиться в тысячах километров от эпицентра и ничего не увидят и не услышат? Или же жители России, часть которых будут непосредственно наблюдать за ядерным грибом со всеми вытекающими последствиями, часть которых услышат звук этого взрыва и очень сильно испугаются даже в радиусе 200-300 километров. Ну а большая часть будет вынуждена навсегда уехать из собственных домов из-за ядерного загрязнения, которое распространится на тысячи квадратных километров и превратит значительную часть России в пустыню. И потом на ютубе пусть 3 миллиарда пользователей ютуба посмотрят. Я думаю, ответ, кто больше испугается, очевиден. Но даже при этом я предполагаю, что российская власть реально на такое способна. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, чтобы по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием. С большим вопросом, если оно будет нормально работать, глядя на то, в каком виде они все остальное держат. Поэтому я призываю демонтировать эту власть как можно скорее. Ведь они даже свою собственную землю отстоять не способны. Ну и, конечно, я прошу вас поддержать это видео лайками и комментариями. И делиться им в социальных сетях, чтобы нанести удар по российской пропаганде. Пускай им будет еще тяжелее, чем сейчас. Раньше Украина эксплуатировала образ страны жертвы, на которую напали. Теперь автоматически эта страна-агрессор. Она напала на территорию Российской Федерации, на мирных жителей. Насколько я знаю, военных там не было. Российские новости решили вообще проигнорировать тему взрыва складов артиллерийских и ракетных боеприпасов в населенном пункте Торопец. Нет торопца, нет проблемы, подумали они. Российские информационные войска решили сосредоточиться на пейджерах, которые взрываются у плохих парней. Мы же думаем о том, что пора бы подарить пейджер министру обороны Российской Федерации, соответственно, предыдущему министру, ну и самому Владимиру Путину. А зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Значит, взрыв был такой мощности, что выяснилось. Анализ социальных сетей, комментариев говорит о том, что россияне начали вдруг и очень быстро, и очень активно интересоваться политикой. Ну и почему-то есть такие намеки на тему, а где кадык у Владимира Путина и его подчиненных. А вообще некоторые особо развитые российские патриоты почему-то почувствовали, что вот это вот искусственное землетрясение, которое создала украинская армия в населённом пункте Тарапец, оно может стать политическим землетрясением в самой России. Вот эти болезни армии нужно просто сейчас лечить. Иначе будет бесславное перемирие, как мы с вами уже говорили. Так что Тарапец потрясает основы не только артиллерийско-ракетного отдела, он бьёт по всей постсоветской государственности. То, что Россия потеряла ракет, бомб и другого имущества на миллиарды после взрыва этой базы, это понятно. Многие об этом говорили, то есть там сумма приводится 4 миллиарда рублей, я думаю, значительно больше, ну, наверное, склад, хоть он из палок был построен, но он всё равно что-то стоил. Но самая главная тема, которую сейчас они избегают, это количество жертв, количество солдат, количество мальчиков-трусиков, которые погибли на этом арсенале. Дело в том, что сам генерал Булгаков, когда открывал в атмосфере вставания с колен этот склад, сказал, что там внутри создан комплекс для жизни 200 солдат. И после взрыва ни одного из них никто не видел. Да, тут есть свидетельство такой прекрасной блогерши Анастасии Кашаваровой, которая, ну, в прямом смысле заявила, прямо заявила, что никаких лад не будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами, и заодно выясним, почему не будет лад. Есть причина. Дело в том, что, как я уже сказал, в 2008 году Булгаков озвучил, что в Тарапсе только хвостблок на 200 военнослужащих предусмотрен. «Сколько же погибло наших?» – пишет Кашаварова. «И судя по взрывам и кадрам, от тел ничего не осталось. Нет тела, нет лады». Но по этому поводу, конечно же, высказался Владимир Рудольфович Соловьев, и его высказывание, уровень цинизма, с которым он всё проговаривает, говорит о том, что этот парень до Гаги точно-точно-точно не доживёт. Его, скорее всего, как это, обнулят свои, потому что он тут выдал новое правило для российской армии. «Кто вам дал право клеветать на нашу родину? Да, произошла трагедия, погибли люди, но смерть не делает человека правым, смерть делает человека мёртвым». То есть, даже Владимир Рудольфович решил не опровергать количество погибших на этой базе. Но вот это вот правило, которое он внедрил, оно же универсально. Она касается и его, и Владимира Путина, но и других официальных и не очень официальных лиц. Всё равно надо высказаться, простите, по поводу того, что случилось, потому что удар, на самом деле, не только психологический, но и, в общем, чисто военный, потому что поразили хранилища боевых частей, в общем-то, из старых точек У, это почти тонна боеголовки гексогена, и, в общем, боевые части Искандеров. Не мудрено, что взрывы были такой силы, что сейсмостанции их почувствовали с магнитудой 2,8, там 2,2, 8 было таких сильных толчков. В общем-то, свои цели достигли. И говорят всё это они с очень и очень грустными лицами. Масса народа начинают фиксировать следующее, что, как это ни странно, но это только начало. Даже блаженные кремлёвские политологи, а-ля Сергей Марков, зафиксировали. Увы, такие атаки будут всё чаще и всё сильнее. И всё дальше на восток. Ну и на это есть прекрасный комментарий у охранителя режима. И если вам нравится, не нравится... Украинские дроны приближаются. Мне кажется, мы должны развить мысль по поводу будущего Владимира Рудольфовича. Потому что этот человек, ну мало того, что он обещал поднять бровь, и Украина должна была понять всё, так вот он теперь всё время проговаривает, что идёт война с НАТО. Но там ребята, которые живут на территории ещё не сформировавшегося постсоветского... простите, построссийского пространства, очевидно, скоро будут бить его сначала по языку, а потом и по другим частям тела. Чтобы он НАТО не вспоминал в СУИ. Потому что они все прекрасно понимают, что если НАТО прекратит охранять ж... Путина, а как результат всего российского агитпропа, их порвут в течение очень и очень короткого времени. Но Рудольфович не унимается. Он хочет выяснить. А вдруг дроны прилетели со стороны НАТО? Андрей Францович, знаешь, вот у меня прям мата не хватает. Ну вот реально, просто не хватает мата. Во-первых, я не могу больше читать эту формулировку в результате падения обломков дрона. А что же было тогда, если бы сам дрон попал? Затем, ну... Какими надо было быть, чтобы докладывать точку нахождения склада, повсюду рассказывать, показывать многозвездных генералов, которые говорят, что они построили такой склад, что ого-го, какой склад. А теперь говорят так, что из космоса видно. Ну и главный вопрос, откуда прилетело. Потому что она достаточно близко от территории НАТО, гораздо ближе, чем от Украины. А мы еще раз повторим главную мысль кремлевского блаженного политолога. Удары будут все дальше и дальше на восток. В том числе и по Москве. И, может быть, долетят не обломки, а целый дрон. Значит, с генералом понятно. И тут самое время, в общем-то, начинать большое-большое расследование. Во-первых, каким образом дроны могли поразить новый арсенал в Таравце, который, вроде бы как, делался, там делались хранилища сбетонированные, усиленные. К ним прилагалась вообще-то и антидроновая система. Она 212 миллионов рублей. Вот, уже нашли, так сказать, ребята-расследователи. И почему такой важный арсенал не был прикрыт очень хорошо, так сказать, противовоздушной системой, противовоздушной обороны, включая калиберную зенитную артиллерию. И вообще, там был этот бетон, понимаете, потому что если эти дроны прилетели... Дрон же непроникающий, у него боеголовка непроникающая скорость, у него небольшая. А вы представьте себе, если туда прилетели такие ракеты, как штурмовая тень «Стромшедо» «Скалп» или вот «Джиэсэм». У него, кстати, проникающая, у него 100 килограммов разрывной заряд и проникающая боеголовка. Вот, бетонобойная. С бетоном вообще все понятно. По поводу железобетона высказался даже новый министр обороны. Это теперь мем там на болотах. Они смеются, хихикают, но и все время держат в голове. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, врать нельзя. Очень мне нравятся вот эти вот сопли на российских патриотов по поводу «А где наше ПВО?» Причем этот вопрос они задают постоянно. После прилетов по нефтеперерабатывающим заводам, по аэродромам, по складам и так далее, и так далее. Так вот, где ваше ПВО? В ПИПе... В Тарапце ваше ПВО должно было быть, но его там нет по одной причине. Что мудрый Путин начал войну с Украиной. И тренд такой, что оружие, в том числе комплексов ПВО, у России становится все меньше и меньше. А тут нужно еще обслуживать иранских новых хозяев Российской Федерации. Ведь вы поставили им, отгрузили комплексы ПВО из населенного пункта Тарапец, чтобы в этот Тарапец привезти иранские ракеты. Теперь у вас ни иранских ракет, ни Тарапца, ни комплексов ПВО. И, наверное, это все произошло, потому что... Потому что Путин всех переиграл. Кстати, в ВВХ российский лидер решил сделать вид, что ему вообще-то неинтересно. ВВХ пошел по бабам. Извините за сексизм. Что еще хотел бы добавить? Женщины в России трудятся практически во всех сферах. Стремительно развивается женское предпринимательство. То есть старенький дедушка решил не расстраиваться и не фокусироваться на проблемных вопросах. Но это делают другие. А тут, понимаете, несмотря на все это на весь этот железобетон, хоть дроны поразили. Я думаю, что очень пора давать, конечно, развернутые показания бывшего начальника Кутылы-генерала. Мулгакову, который сейчас уже под следствием по другим, по другим, так сказать, статьям. Но, тем не менее, и подрядчиков надо, соответственно, сейчас трясти. Да я думаю, что и бывшего министра обороны Сергея Кужеведовича Шойгу тоже пора, наверное, пообщаться со следователем, как следователем. Я вам говорю, что россияне начали интересоваться политикой. Предлагают расстрелять Булгакова, посадить Шойгу. Но кто этих людей назначил? Все же знают. Вот этот вот любимец или любитель и любимец гимнасток Владимир Путин. Сейчас понятно, он делает вид, что ничего не происходит и встречается с мумиями а-ля Валентина Матвиенко. А народонаселение задается интересными вопросами. Давайте вот несколько комментариев. Два раза уже били по складам. Никаких выводов не было сделано. Просто об атаках умолчали. Мы реально превращаемся в страну невыученных уроков. Только не мультяшную, как в СССР. Это не мультик. Да, Рашка не Советский Союз, но будем исходить из того, что постсоветское пространство, простите, и построссийское пространство будет сформировано своевременно. Главное, почаще трусить этот муравейник. Не, муравьи, они все-таки благородные. А это сборище нацистов. Да, еще один коммент. Где, блин, наше ПО? Как вы понимаете, там написано не блин, там написано по-другому. Наше ПО возле самых, что ни на есть, стратегических складов. Где оно? Вот реально, кто-нибудь в состоянии назвать виновных и ответственных за подобное разгильдяйство. Мы же только сами себя обманываем. Возмещаются россияне за взорванные снаряды в тылу России. Платят жизнями солдат на фронте. А Шойгу тем временем даже не на повышение пошел. По Иранам ездит, новые ракеты просит вместо взорвавшихся. Ну, я не знаю, согласятся ли иранцы поставить новую партию ракет. Ведь комплексов ПВО уже нет. Еще один. Минобороны успокаивают, что ему не страшны западные дальнобойные ракеты, потому что авиация отведена на дальние аэродромы. Но склады-то остались. Их так легко не эвакуируешь. Боже. Капитан очевидность. Потому что то, что случилось, это ни в какие ворота не лезет. И вы сами понимаете, что может быть. Если все-таки разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия производства Соединенных Штатов, но и Западной Европы все-таки будет дано. Вообще-то эти склады Рауа находятся в городе Торопец. Простите, находились. А Торопец где? Правильно. Между Москвой и Питером. Не так уж и далеко от резиденции Владимира Путина. Там, где его детки разговаривают свободно на китайском языке. Почему оборонный объект не был прикрыт мобильными группами на автомобилях с прожекторами, пулеметами, ночной оптикой и системами наведения? Или для бухгалтера на посту Министерства обороны это слишком неподъемная задача? Я вам говорю, они начинают интересоваться политикой. Не понял, вместо объекта бункерного типа поставили сарай? Попробовали бы они Шойгу построить такого качества дачу. Тут есть даже замечание, что россияне очевидно видят в ВСУ последнюю надежду и просят наносить удары не по военным объектам, а по имуществу и дачам российской политической элиты. Нет, ребята, с вашей политической элитой разбирайтесь сами. Причем я понимаю, что все это затяжная война сейчас показывает степень болезни наших вооруженных сил. Если в общем в стране антиотбор лично преданных, но при этом астах, некомпетентных идет, то и в армии это тоже створилось то же самое. И сейчас это вылезает на поверхность на входе затяжной войны. Какие речи? Для диктатуры это недопустимо. авторитет царя теперь не является непоколебимым. Причем это происходит очень и очень давно. Я подсказываю, вы просто можете уйти домой. Эту опцию никто не отменял. Она на поверхности. Но пока они считают, что нужно поиграть в игру, попасть еще куда-то, а потом с умными лицами делать вид, что никто не погиб на складах в Тарапце. Но это же не так. Десятки, сотни погибших. А что касается беспилотников, действительно, десятки видов Украина уже сделала, летят на тысячи километров. Это и пресловутые бобры, это и точные копии Байрактар-2. Ну и самое главное, в условиях достаточно серьезной спутниковой разведки НАТО, которая использует, в том числе, спутники радиотехнические, которые позволяют определить наши зоны покрытия радиолокационными станциями. Трехмерная карта местности, когда существуют зоны затенения, но когда, условно говоря, можно беспилотник пустить по руслам рек, ниже уровня радиогоризонта, позволяет им, конечно, проскакивать. Поэтому эта проблема есть. И в эфире с вами мы уже поднимали вопрос, что нам, конечно, надо постоянно об этом говорить, что нужно создавать межотраслевую или межведомственную систему, которая будет позволять бороться с такого рода беспилотниками. Этот парень, сын российского сенатора, старается не потерять контроль. Делает вид, что можно разрулить. Но по факту, используя вот такие сложно подчиненные предложения, он пытается скрыть главный вывод, который он для себя сделал. Россия Кобзда. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. Субтитры создавал DimaTorzok